Опустите мяч вниз! Зачем вы его поднимаете? Опусти мяч вниз! Александр Хромов всегда волнуется и подбадривает свою команду, будь то серьезное соревнование или простой товарищеский матч. Хотя всего 4 дня назад его подопечные сами держали кулачки за любимого инструктора. На Всероссийском форуме в Самаре он стал лучшим дворовым тренером России. С пятого класса я в спортинтернате учился, поэтому, по сути дела, моя профессия была определена уже в детстве. И закончил потом спортфакт. Вся жизнь в спорте. Как рассказывает тренер, его главная задача – это привить у детей любовь к спорту и остудить пыл отношений с гаджетами. Я просто не умею играть в футбол. Говорят, выходи, научу там всякое еще. Там поле сначала было обычно, не было ни тренировок, ничего. Я просто приходил туда мяч пинать. Вот он позвал на тренировку, сказал, приходи. Ну, я пришел. И что было дальше? Дальше там тренировки начались, так и осталось там. Не в каждом городе есть такой тренер, ну, не в каждом дворе. Вот у нас, в частности, ну, появился очень хорошо. Ребята признаются, Александр Викторович добрый и понимающий. Всегда идет навстречу. Хотя сам инструктор утверждает обратное. А вы строгий тренер? Да, строгий. А без этого в спорте нельзя чего-то добиться. Вообще, в любой сфере жизни дисциплина – это основной такой критерий, который должен соблюдаться. Его коллега Олег Галаган часто встречает нашего героя на матчах. Можно сказать, конкурент. Но достижения соперника уважает, ведь прекрасно понимает, каким трудом достаются победы. Трудолюбие, наверное, прежде всего, все достигается. Любви, которая нам дана к детям, к работе, то есть отношениям полноценным. Вот тогда придет результат. Главное быть не только хорошим инструктором, но и мудрым наставником. Познакомились с лучшим дворовым тренером России Наталья Жаринова и Андрей Панкратц. Ты постоянно смещаешься в центр, тянешься туда, к центру. Наоборот, когда мы атакуем, наоборот, бровки, бровки, пошире игра. Используйте всю площадку. Площадка маленькая, давай, работай.